В Украинской столице 15.00 мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и о главном к этому часу. Четыре раза с начала суток российско-оккупационные войска обстреляли позиции вооруженных сил Украины на Донбассе. Тяжелое вооружение не применяли. По данным Министерства обороны, в результате обстрелов потерь в рядах защитников Украины нет. Все нарушения режима тишины российско-оккупационными войсками произошли на Донецком направлении. Из гранатометов и другого пехотного вооружения дважды были обстреляны защитники Маринки и по одному разу Чермалыка и Водянова. Ситуация находится под контролем подразделений объединенных сил. За минувшие сутки на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены. Российские оккупанты 31 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Тяжелое оружие боевики не применяли. Под огнем оккупантов оказались украинские опорные пункты на Луганском и Донецком направления, в том числе и на Приазовье. Также российские наемники обстреляли из крупнокалиберных пулеметов Красногоровку. В результате поврежден жилой дом. Среди гражданского населения погибших и раненых нет. Семь российских гаубиц и танк зафиксировали наблюдателей УБСЕ на оккупированной территории Донбасса. Вооружение находится за пределами линии отвода и не в местах хранения, говорится в отчете спецмиссия. Также боевики продолжают препятствовать работе УБСЕ. Российские наемники пропустили наблюдателей в Кременец Донецкой области только после осмотра их автомобиля. А это противоречит мандату миссиям. На заводе «Крымский Титан» произошла утечка сернистого ангидрида. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. По его словам, это частично объясняет изменения цвета и повреждения металла, которые наблюдались в окрестных населенных пунктах в оккупированном Крыму. По меньшей мере у 20 детей в Херсонской области диагностировали слезоточивость и ларингит. Врачи предполагают, что это может быть связано с попаданием в воздух химических веществ. По детским садочкам не было выявлено патологии. По детсадам патологий нет. По школам были дети, которые жаловались на першение в горле, покраснение глаз. У некоторых был кашель. При осмотре было установлено, что прямой потребности в госпитализации нет. Это официальная позиция, за которую врачи несут ответственность. Накануне медицинская комиссия провела осмотр около 700 детей в двух районах Херсонской области, расположенных на административной границе с временно оккупированным Крымом. Особое внимание обращали на дыхательные пути в ночь с 23 на 24 августа на Крымском Титане, который расположен на оккупированном России полуострове, произошла утечка химикатов. 450 миллионов долларов на строительство 67-ми ветровых электростанций выделила Норвегия Украине. Уже до конца года их установят вдоль озера Севаш возле админграницы с оккупированным Крымом. 250 мегаватт электроэнергии обеспечат треть потребностей Херсонской области, рассказал президент Украины во время встречи с министром иностранных дел Норвегии. Инесси Рейда отметила, ее страна и дальше будет поддерживать Украину. Инвестиция норвежской компании в объект, который расположен так близко от админграницы с временно оккупированной территорией, говорит о том, что эта территория будет освобождена, ведь Крым – это Украина. Норвегия и Украина занимают общую надежную позицию касательно необходимости соблюдения международного права и деоккупации Крыма. Для нас также полезен этот опыт. В основном это заключается в повышении интереса норвежских компаний в инвестировании в Украину. Конечно, для компании очень важно продолжение реформ в Украине. Более 100 тысяч человек поддержали петицию на сайте Белого дома с призывом спасти украинского политзаключенного Олега Сенцова. Голосование в поддержку незаконно осужденного в России режиссера стартовало 9 августа. Музыканты, художники, спортсмены и активисты запустили в Фейсбуке флешмоб с призывом поддержать петицию. По условиям, если заявление собирает необходимое количество подписей, а это 100 тысяч, администрация Белого дома должна сделать официальное заявление относительно Сенцова. Украинского кинорежиссера в России осудили на 20 лет по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Удерживают крымчанина в колонии строгого режима в городе Лабытнанге на Ямале. Параллельно с этим одиночные пикеты в поддержку Олега Сенцова проходят у администрации президента в Москве. К зданию пришли активисты с плакатами Сенцов 116 и обмен всех на всех, чтобы поддержать украинского режиссера. Он голодает уже 116 день, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. По словам организатора пикетов Юлии Самойловой, акцию планируют сделать постоянной. Восемь человек будут стоять поочередно, сменяя друг друга до семи вечера, пока работает администрация. Требовать освобождения Олега Сенцова у администрации президента будут два дня, потом одиночные пикеты пройдут у памятника Булату Акуджаевы на Арбате. Путин несет ответственность за отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом в интервью Sky News сообщил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес. По его словам, главное разведуправление России, чьи офицеры отравили Скрипалей, действовало с одобрения российского правительства и президента. Уоллес также выразил надежду, что Евросоюз вслед за Соединенными Штатами введет санкции против Москвы за использование химического оружия. «Главное разведывательное управление – это подразделение военной разведки, принадлежащее Министерству обороны России. Эти люди были действующими офицерами ГРУ и выполняли задание. Управление отчитывается Министерству обороны, а оно, в свою очередь, отчитывается президенту России. Так что я считаю, что, безусловно, высшие правительственные чины России были причастны к отравлению в Солсбери. И президент России прямо или косвенно несет за это ответственность». Накануне прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По данным ведомства – это граждане РФ Александр Петров и Руслан Баширов. В Лондоне, утверждают они, сотрудники главного разведуправления России и действовали по заданию Кремля. По данным следствия, 2 марта подозреваемые прошли погранконтроль по российским паспортам, переночевали в гостинице «Сити Стэй» в Лондоне и на следующий день направились в Солсбери. Отмечается, что следы ядовитого вещества класса «Новичок» были найдены в гостиничном номере, где останавливались подозреваемые. В МИД России обвинения отрицают. Закон о киберсдерживании и ответных мерах приняла палата представителей Конгресса США. Об этом сообщается на сайте Конгресса. Он предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций за хакерские атаки против Соединенных Штатов. В документе приводят примеры кибернападений со стороны Ирана, Китая, Северной Кореи и Россия. В частности, в тексте напоминается об кибератаке Кремля с помощью вируса «Нодпетя» в июне 2017-го. Из палаты представителей закон передадут на рассмотрение Сенату США. В июне 2011 года Россия провела самую разрушительную кибероперацию в истории, выпустив вредоносный вирус «Нодпетя», который нанес ущерб на миллиарды долларов в Украине и Европе, Азии и Америке. До восьми человек возросло количество погибших в результате землетрясения на японском острове Хоккайдо. Еще 125 человек травмированы, 40 считаются пропавшими без вести. Из-за подземных толчков нарушилась работа электростанции. Около трех миллионов домов остались без света. Обесточена и атомная электростанция «Тамари». Как сообщил главный секретарь кабинета министров, утечки радиации не было. Власти приостановили работу аэропортов и движения на дорогах. На остров отправили 25 тысяч военных. Они помогут ликвидировать последствия землетрясения. Ну и зоопарк Сан-Диего стал новым домом для троих кенгурят в Алабе. Их привезли сюда из центра по уходу за животными. Там с рождения за малышами следили специалисты. Сейчас кенгурятам уже 11 месяцев. Весят малыши 6 килограммов, а их рост достигает чуть более полуметра. Так как с их здоровьем все в порядке, животных перевезли в более природную среду. Там они обследуют новую территорию и соседей уже взрослых кенгуру. Мы до сих пор следим за ними, приходим и проверяем животных несколько раз в день. Хотим убедиться, что они в порядке и у них есть все необходимое. К этому часу пока что все. Оперативная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск через два часа. Я с вами прощаюсь. До завтра. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова